Привет, ребята, мы Мария Завстрали. И, собственно, я сейчас уезжаю с Портленда, который находится в штате Виктория, Австралия. В этом видео хочу, пока есть несколько, так сказать, 7 часов до пути, рассказать вам, почему мы решили уехать из Портленда, что было хорошего в Портленде, что было не очень, куда мы едем, о достопримечательностях Портленда, о особенностях вообще Виктории и Портленда. Но, собственно, сделать такое суммарное видео о нашем приключении и рассказать вам свое такое впечатление после почти двух месяцев жизни там. Если ты прожил, наверное, всю жизнь в штате Нисс Саус-Вэллс, мой муж прожил в Нисс Саус-Вэллс всю жизнь, и я прожила там почти вот 6 лет, то ты либо фанат Виктории, либо ты не фанат Виктории. Если ты прожил в Нисс Саус-Вэллсе, ты будешь фанат Нисс Саус-Вэллса больше, чем ты будешь фанатом Виктории, потому что все реально сильно отличается. Отличается и, не знаю, как бы сказать, и природа безумно сильно отличается, и города отличаются, и дороги, и знаки на дорогах, и, в принципе, все сильно очень отличалось. Поэтому, как бы, мы решили поехать назад в Нисс Саус-Вэллс, потому что и у Джошуа меня сейчас закрепили там работу, прожили в Портленде пару лет, переехали в Портленд, кто меня спрашивал тоже, зачем я туда переехала и как я работала, переехали в Портленд изначально за работой мужа, потому что он инженер, поэтому переехали туда, там была, там есть Aluminum Smelter, который называется, то есть завод по переработке металлургии, да, и там очень-очень высокая зарплата для инженеров, просто, но по сравнению, они такие же, как, в принципе, и у инженеров, которые, mining engineers, которые делают fly-in and fly-out в шахты где-нибудь в середине материка, в пластыне. Поэтому, собственно, мы туда переехали, я работала на удаленке еще в своей же компании, работала на удаленке вплоть до этого момента, пока мы не начали назад возвращаться в офис, и, собственно, после этого начали, как бы, думать, что делать, стоит ли мне, в принципе, оставаться там, в Портленде, или лучше, хоть не Саус-Вэллс, но ни мне, ни Джошуа, я сказала, в принципе, Виктория, это not our cup of tea, да, как бы, не наша чашка чая, там было неплохо, но вот реально очень сильно все отличалось, поэтому, что отличалось? Первое, то, что я говорю, сезоны, погода, природа, вот все такое в этом плане. Но Саус-Вэллс, он, я не могу сказать, что это супердождливый штат, но там дожди просто равномерно идут в течение года, и вот штат зеленый, и штат просто вот зеленый, да, и, как бы, не знаю, влажный, да, если имеет смысл так сказать, в то время как Виктория показался нереально сухим штатом, то есть вокруг, как я говорила уже рамки, все-таки везде была сухая природа, и вот не хватало реально дождика, но они компенсируют, как мне сказали, конкретно в Портленде зимой, что зимой, как говорят, здесь погода такая немножечко мерзопакостная, в плане того, что постоянно подморосит дождь, погода будет холодная, и, как бы, не очень хорошо будет. Нам, конечно, мы до зимы не досидели, мы сейчас осень, мы приехали летом, сейчас осень, иду назад, и, собственно, до зимы мы не досидели, но уже иногда периодически погода начиналась такая своеобразная. Второе, что это то, что здесь было очень жарко, а все-таки солнце, мне показалось, что я на этом солнце обгорала намного сильнее, чем в штате Нью-Саус-Вэллс. Ну, не знаю, возможно, здесь мы тоже смотрели озоновая дыра есть над Викторией, я точно не знала, но вот по ощущениям солнце было очень горячее, и вот очень сухая погода, вот что-то вот не наше. Ну и, собственно, просто потому, что реально единственное место, где ты можешь хорошо зарабатывать в Портленде, это будет завод на тварге, остальное зарплата будет как в маленьком, знаете, деревенском городке, хотя Портленд, конечно, отлично обустроен, и я вообще преклоняюсь перед их органами местного самоуправления, как там все чисто, как все обустроено, сколько детских площадок, просто вообще нереально круто для семей, вот это вообще идеально, конечно, если вы хотите туда приехать с детьми на какое-то время, если вам пойдет, подойдет, то отлично, но вот мне, когда у меня закончилась работа в Крейнком, в моей компании, где я работала раньше, мне пришлось искать работу на удаленке в Мельбурне, тоже в юрсфере, и, конечно, я нашла тоже работу на удаленке в Мельбурне в юрфирме, но все равно пришлось брать достаточно высокий бейкат, почти 30-40 тысяч долларов в год, что, как бы, ну, если ты приезжаешь в Кортленд, я же говорю, зарплата Джоша намного сильно повысилась, моя зарплата была очень достаточно высокая, пока я работала в Крейнком, но когда пришлось возвращаться в офис, мне пришлось, естественно, уйти с работы, и мне пришлось взять работу, как я говорю, на удаленке, устроилась, а вот все работы на удаленке, как бы, не так хорошо платят, к сожалению. В принципе, нам это не сильно давало по карману, я же говорю, из-за того, что зарплата Джоша повысилась, но это был такой один из факторов, за который мы решили все-таки переехать, потому что вот мы сюда приехали, и вот было ощущение, там либо ты просто проживешь там 10 лет, вот прям твое, и ты остаешься, либо нет. Вот мы как только приехали в Викторию, мы как только пересекли буквально, да, границу штата, ну, в принципе, вот приехали в Викторию, даже несмотря на то, как бы, какими бы красивыми города Виктории не было, как бы прекрасно Портленд бы не был, у нас там было нет, это не наше, вот просто не наше, мы не видим себя, мы не видим, что мы там можем прожить 10 лет, мы не видим, что мы можем купить там дом, вот просто вот не наше, потому что все большие участки, там очень дешевая недвижимость по сравнению с Нью-Саус-Уэллсом, и по сравнению с районом, куда мы переезжаем сейчас, сейчас мы переезжаем назад под Сидней, раньше мы жили в Централ-Косте, сейчас мы переезжаем, вот это называется Southern Highlands, это такой, это горы, до пляжа у меня будет теперь достаточно, ну так, 40 минут езды, самое, наверное, 40-45 минут езды, это самый такой длинный мой маршрут до пляжа, в Централ-Косте мне было минут 20, где я жила, минут 20-15, по-разному, в зависимости от трафика, там было в районе 15-20 километров, в Портленде я ходила пешком на пляж, но на тот пляж, там, где серфить, ходила, ездила все равно на машине, поэтому, как бы, сейчас едем в горы, что, в принципе, неплохо, потому что там будет отличная природа, там будет хороший свежий воздух, там будет достаточно хорошо. Особенности Портланда, давайте сейчас перечислю о том, что еще там было. Первое, что вот, я уже сказала про недвижимость, очень дешевая недвижимость, в том плане, что в Портленде мы смотрели дома, можно за полтора миллиона купить себе дом, с, я не знаю, 50 гектарами, наверное, земли, но это вот какая-то старая ферма, какой-то небольшой домик, ну как-то вот не то, можно купить за 600 тысяч, 700 тысяч тоже, это все в австралийских долларов, говорю, дом, о таких ценах я вообще забыла в Централ-Косте или в Сидней, то есть за 700 тысяч можно купить дом в 7 акров, это меньше гектаров, акр-гектар, я, честно говоря, не знаю сравнение, просто знаю, что акр, тут используется акр почему-то, несмотря на то, что косметическая система в Австралии, все равно используют акр, это старое такое, это, да, метод исчисления. То есть за 700 тысяч долларов можно купить себе отличный дом в районе Портланда с участком в 7 акров, в Централ-Косте нет, в Централ-Косте дома сейчас, особенно после карантина, обычный участок, вот как наш дом, в 600 квадратных метров, дом большой у нас был там тоже, у нас было много комнат, там что-то было в районе трех комнат, сверху одна комната снизу, большая очень гостиная, большая кухня, дополнительная огромная веранда, дополнительная огромная беседка, которую мы с вами построили, огромный хардпорт, ну, в общем, ну, как бы такой вот дом в Централ-Косте будет стоить 800 тысяч и выше, то есть если новый дом, у нас, например, 985 года постройки, поэтому он стоит где-то сейчас 800 тысяч, а если в Сиднее вообще, вообще можно забыть, вот в Сазен-Хайлендс, такие дома, которые я сейчас сказала, вот где-то только чуть побольше, наверное, 1000 метров, в сквере метров квадратных, да, там 2000, ну, то есть вот, если хочешь взять себе небольшое-небольшое несколько акров, то это уже будет полтора миллиона, то есть намного лучше дорожная недвижимость в Сиднее. Следующее про Портленд, что не нравилось, это ужасная соленая вода из-под крана. Я когда приехала, я тут с этой воды просто всегда говорила, что в Австралии можно пить воду из-под крана, даже без фильтра, не заморачиваясь. Вот в Портленде в соленой этой воде, может быть, потому что они на берегу океана, и у них все эти коры, да, или демки, то есть вододобывающие вот эти вот, не станции, да, как это дем, то есть озеро, да, которое воду используют. Возможно из-за того, что рядом с океаном огромное количество солей и минералов попадает в ее, но мне было очень тяжело здесь пить воду из-под крана, с тем, что я пью 2 литра воды в день, плюс очень было тяжело, просто вот очень сильная минерализация этой воды. А покупать я воду не хочу, потому что, блин, за нее платить надо, да, как бы я так, если можно без склада, почему бы и нет. То есть люди здесь и пьют воду из-под крана, местные вообще как бы этого не чувствуют, для них эта вода нормальная. Для меня пробыла 2 месяца, что первый день вода была соленая, что когда уезжала, вода была соленая, прям вообще не мое, очень-очень тяжело. И говоря о соленой воде, я вот в первом видео, когда шла как раз про Портленду, я вам рассказывала, что там огромное количество станций по моюке машин, ха-вош, и огромное количество не тех, которые ты проезжаешь через нее, а именно тех, когда ты сам останавливаешься и моешь машину внутри. Как раз из-за этого огромного количества соли, которая просто невероятно, из-за этого огромного ветра, который Портленд еще нереально ветреный город, мне кажется, я как-то в жизни не была в таком ветреном городе, из-за этого ветра эта вся соль остается на машинах. Там этот алюминиевый завод, о котором я сказала, он просто ржавый из-за этого количества соли, который просто сдувает из океана на этот завод. И каждый раз, когда я ездила на пляж, на серфинг, ты останавливаешь машину рядом с пляжем, и потом, когда ты уезжаешь назад с пляжа, у тебя все стекло просто как будто бы покрыто каким-то туманом. То есть реально нереально сильный контент соли, его просто распыляют повсюду. Даже вот если ты живешь чуть дальше от пляжа, Джош начал находить уже, что мы жили буквально на втором улице от пляжа, не на первой, а на второй или на третьей, но все равно очень близко мне там, я не знаю, 10 минут медленной ходьбы до пляжа было. Все равно инструменты начали ржаветь. Непонятно почему, но ощущение, что соляной контент в Портленде просто повсюду. И плюс Джошу сказали, что... Поэтому мы всегда машину мыли. И плюс Джошу сказали, что нет смысла... Знаете, в Австралии очень часто распространена покупка пау-машин, но просто потому, что это нормально, потому что это дешевле, потому что обычно ты покупаешь пау-машину, которая часто в хорошем состоянии. Миллион раз обещала снять видео про покупку пау-машин, так до сих пор я не сняла, но обязательно сниму. Так вот, местные Джошу сказали, если ты живешь в Портленде, ты не покупаешь пау-машину в Портленде, просто потому... Так, нужно чуть-чуть замедлить. Просто потому, что... Просто потому, что ты не знаешь, как предыдущий владелец машины за ней ухаживал. Потому что если он ее регулярно не мыл, то, скорее всего, после 5 лет вождения этой машины, на ней будут уже какие-нибудь... На ней будут какие-нибудь уже ржавчины, или вот, ну что, соль, да, может создать для машины. То есть уже будут у него в очень хорошем состоянии. То есть поэтому все места никогда не покупают, в основном, машины в Портленде. Нет куда-то дальше, чисто из-за того, что огромное количество этой соли. И, конечно, это тоже был такой минус, да, для жизни здесь. Как есть. Следующее. Здесь я за время жизни в Портленде увидела 4, это за 2 месяца, чуть меньше, чем за 2 месяца, я увидела 4 очень супер ядовитые змеи. Никогда в жизни у нас в штате такого не видела. Это тигровая змея. Видела ее, сказала, 4 раза. Два раза я видела, когда просто ехала на пляж, и она переползала дорогу. Один раз она прямо перед моей машиной переползала, мне пришлось притормозить. И как бы, ну, не хочется все равно давить, да. Она тигровая змея, она, то ли она 10 самых опасных змей мира входит, то ли в Австралии. Ну, посмотрите, она прям очень опасная. Если говорить о тех змеях, которые я видела в Нью-Саус-Велсе постоянно в этом году, это Рэд Бэлли. По сравнению с Рэд Бэлли, она просто вообще league difference, то есть намного сильнее опасная, намного более ядовитая. Два раза видела так, третий раз видела, когда шла на пляж. И в Портланде есть Моррелс-Вич. Это, в общем, очень прикольный пляж для серферов, но пока к нему спустишься, ты идешь на такой песчаной дороге к этому пляжу. И получается, когда мы шли там, там эта змея переползала просто из одного куста в другой, тоже перед нами. Нас не увидела, слава богу, переползла. Но самое ужасное было то, что вот на этом Моррелс-Вич там огромное количество оводов. Я на эту тему тоже остановлюсь, но вот именно там было очень много оводов. И они такие огромные. Опять, никогда в жизни не видела таких огромных оводов. Мне сказали, что нужно использовать спреи специальные, потому что лето это в сезонах, и они повсюду. Я не могу сказать, что их видела повсюду, но вот туда, когда спускались, они были. И ты идешь, отмахиваешься от этих оводов, ничего вокруг себя не видишь, и впереди тебя эта змея проползает, что было не круто. И последний раз, когда я ее видела, это был самый ужасный, самый страшный момент в моей жизни. Мы ходили на буш-вок в Маунт Ричмонд парк, который достаточно крутой. И вот эти все буш-воки, вот эти все знаете хайкинги, там все тропы очень узкие. Мне кажется, у Несауэс-Вэллс, ну как бы нельзя говорить, да, люблю больше Несауэс-Вэллс, но вот там, мне кажется, тропы какие-то более пройденные, да, протоптанные тропы, они шире. А там вот в этот буш-вок мы шли, если когда-нибудь не побывать, по-моему, он назывался Ощен-Вью буш-вок, в месте, который называется Маунт Ричмонд. И, собственно, я шла и обычно я змеи всегда замечала отлично, просто сразу же видела их, но в этот раз я шла и она, я ее заметила уже тогда, когда я была с ней буквально на одном уровне, Джош шел сзади немного, и у меня, конечно, началась нереальная паника. Я не побежала вперед, но я как бы, знаете, вот просто сжалась вся, и просто начала быстро-быстро-быстро идти. Она не отреагировала никак, слава богу. Джош, конечно, увидел, я бы сказала, старт, потому что, ну, змея, и он увидел ее тоже, он не переходил там. Ну, получается, мы потом встретили ребят, они шли в другую сторону, по такой швок, парень взял палку, что делать, естественно, нельзя, но он просто как бы, Джош отошел в сторону, он начал немножечко на нее замахиваться, и змея просто медленно-медленно оползла в кусты. Это был самый такой страшный момент встречи со змеями, но, слава богу, нормально все. По змеям, говоря по змеям, мне знакомая, которая живет в Портландии, сказала, что их здесь огромное количество вот этих tiger snake, которые очень ядовитые, и здесь еще brown snakes, это вообще была самая ядовитая в мире змея, или вторая по ядовитости, что-то такое. И получается, а, нет, sorry, Taypan, это самая ядовитая змея в мире, о чем я говорю вообще, он тоже живет в Австралии, но brown snake, коричневая змея, очень ядовитая тоже. И она говорит, что всегда, когда здесь, во-первых, она сказала, она уже живет здесь очень много лет, первое, что она сказала, что всегда, когда люди идут на прогулку в Портландии, на Bushwalk, они покупают специальные такие галоши, носки-галоши из резины, ну, реально из-за змей. Мне все осталось, мне так вообще никогда о жизни не говорило, здесь сказали вот так. А второе, что она категорически отказывалась со мной идти на прогулку по хайкинге летом. То есть она сказала, нет, Маша пойдем, когда похолодает, летом я не хожу, слишком много змей. Но я увидела только 4 за это время, но на самом деле это больше, чем я ожидала. У Джоши на работе тоже все местные люди говорили о том, что огромное количество этих змей, то есть как бы, ну, это то, что, ну, это просто думала вам, так сказать, интересный момент о природе. Еще говоря о оводах, то же самое, Маруэлс Бич, красиво очень для серфика, я видела. Мне сказали, что там серфить опасно, я самой туда не ходила, поэтому, но это было самое ужасное место по поводу оводов. Там, получается, дорога к пляжу через кусты и через такой песчаные камни, где-то, ну, метров в месте, наверное, а может быть, чуть больше. И пока ты спускаешься к этому пляжу, оводы просто повсюду. К нам навстречившие два парня, которые серфили, они все были в гидрокостюмах, потому что океан в Портленде тоже очень холодный, вот я даже летом серфила в гидрокостюме, который 3.2 мм, 3 мм в одних частях, а в других. Ну, в общем, 3, кто знает, 3.2 и 3.2 И что сказали там, получается, это мой зимний гидрокостюм в штате Нью-Саус-Вэллс, но это был мой летний гидрокостюм в Портленде. Что хочется сказать, что такого водичка, конечно, намного прохладнее, чем у нас, чем у нас сейчас лето. Говорили, что, в общем, да, сейчас пока не переключусь на другую тему, они шли наверх с пляжа, и на них сидели оводы просто повсюду облепленные, из-за того, что гидрокостюм мокрый, повсюду оводы. То есть у нас даже несколько раз, потому что мы не закончили эту прогулку, мы развернулись назад как раз из-за оводов, и несколько раз приходилось отменять прогулку, даже когда мы приехали к красивинному маяку, который я вам показывала, Кейп Нелсон, тоже из-за оводов, приходилось отменять прогулку, шли назад, тут как-то так, не очень. Дальше, серфинг, гидрокостюмы, холодный океан. Мне уже сказали, что в Портленде океан очень холодный, мне сказали насчет серфинга, кому интересно, мне сказали, это место, с которым я познакомилась, я каждый раз ходила, поскольку я сейчас перешла на shortboard, то есть я раньше каталась на longboard, уже как бы освоила, что было достаточно легко, а перед переездом в Портленд я купила себе короткую доску, но объемную достаточно, просто потому что, ну да, как и все говорят, не покупай, не покупай, нужно дольше на long кататься, но тем не менее, купила, как и все, потому что помещалась в машину, ну и вообще просто было удобнее, ссори, я сейчас неудобно. меняю линии, что я говорю, купила себе короткую доску, ходила на пляж, который называется Cape Bridge Water, это пляж, который патрулирует летом, это пляж, который считается самым безопасным, я туда сама ходила, просто учиться на этот shortboard, учиться на короткой доске, в итоге освоила в конце своей поездки короткую доску, тоже самое, ну в общем, я там были уже свои, никто меня просто на короткое не учил, очень сильно отличается, потому что твои пальцы, когда ты на longboard, твои пальцы ног, они отталкиваются от доски, а на shortboard твои пальцы ног, они в воде, они не достают, они дальше, чем доска заканчивается, ну и собственно, да, поэтому приходило, пришлось освоить, как нужно запрыгивать на нее, но суть в том, что да, что самый безопасный пляж, как раз, кто вдруг, когда побывают, мне сказали, это Cape Bridge Water, туда я ходила, ездила постоянно, отлично посерфила, но в плане, там огромное количество в Портленде пляжей для серфинга, один из самых популярных среди профессиональных серферов, это Black Nose, но мы там побывали, там просто был такой невероятный ветер, и волны были просто невероятные, Портленд, чем отличается от других мест в плане серфинга, слишком много пляжей заканчиваются скалами, то есть огромное количество пляжей, там камни, в то время, как не союз велосипед, у нас обычно везде песок, но вот Cape Bridge Water, это был тот пляж, когда я ходила самостоятельно с серфинга, сейчас нужно чуть-чуть, посмотрим, замедлится, а тут и милиция все, так, дальше, и еще что сказали, что серфинг самый лучший в Портленде зимой, а не летом, хотя вот я была вот осенью, уже волны начинались достаточно хорошие, для меня как такого, я бы сказала, начинающего-продолжающего серфера было нормально, но вот те люди, с которыми я познакомилась, которые серфят, говорят, самый лучший серф в Портленде зимой, но нереально холодно, приходится обувать, обувь тоже резиновые такие штучки, как это, ботиночки резиновые, что в принципе, как бы для тех, кто любит океан, фанатовит, мне кажется, это не проблема, и в Ниссерсвеллсе, когда ты идешь на хайкинг, ты прямо чувствуешь, что ты прямо что-то преодолеваешь, а здесь все было очень плоское, и как я говорю, это Джоши, в котором он подвигается на мотоциклах, ну, на мотоциклах, который джордбайк, да, через лес, кроссовые, но это вот не его, и мне тоже, честно говоря, не могу сказать, что супер понравилось, но мы ездили в место, которое называется Грэмпит, это горы, мы ездили два часа езды от Портланда, и ходили на хайк, а это было очень круто, конечно, вот это вот то, что есть в Ниссерсвеллсе, мне кажется, почти везде, вот, горы, скалистая местность, лес, и плюс, ну, как бы, не знаю, больше, мне кажется, все такое Ниссерсвеллс, а благо устроен, больше всего, как-то вот, не знаю, в Портланде чувствовалось, что он, несмотря на то, что в нем много всего есть, он чувствовался очень далеко, мне было не очень хорошо по поводу работы, там есть пара юркин, но они будут платить тебе, там, не знаю, 50 тысяч в год, наверное, работая юристом, это там в три раза меньше, чем платит сильный, поэтому, конечно, для меня работы там особо не было, единственный вариант, там была удаленка в Мельбурне, но, честно говоря, вот, когда в Мельбурне вдруг пришлось поехать в офис, это тоже 4, 4,5-5 часов езды, или ехать в аэропорт, который в городе Маунт-Эмби, ну, тоже час-полтора езды до аэропорта, и потом еще час, ну, в общем, это такое, поэтому, вот, такое ощущение было, какой-то удаленности Портланда, вот, город по размеру мне понравился, но, вот, было какое-то ощущение удаленности, ну, собственно, вот такие вот дела, поэтому едем назад, потому что работа не очень, Джошу, у меня работа моя, которая на удаленке, я ее еще не начала, но я, ну, не хочу, я хочу, наверное, сначала думала, это вообще отлично, можно уже прям, знаете, расслабиться, как уйти на пенсию, работать, так и отдыхать, да, здорово, да, я хотела ссорфить каждый день, да, весело, но вот, не знаю, не хотела жить в этом ощущении отдыха, когда тебе не нравится недвижимость, там, когда тебе не нравится, как будто ощущение, что ничего делать, ты вот ходишь на рыбалку постоянно, но надоело ходить каждый день на рыбалку, не вам мои проблемы, да, тем не менее, вот просто, не знаю, я вот в то место, когда мы сейчас едем, в Сатан-Хайлендс, горы, это будет город 100% намного меньше, чем Портленд, но там, представляю, огромное количество хайкинга, там огромное количество водопадов, там я хочу поехала на пляж, который в 45 минутах езды, может, там 50, там, час даже, ну, не важно, господи, раз в неделю, вместо того, что ходить каждый день, буду ходить раз в неделю туда, и все равно, отлично, там мне до Сиднея час-полтора езды, то есть, ну, нормально тоже, как бы, нет такого ощущения какой-то удаленности, и недвижимость больше нравится, и нет этого соли этой, и как-то вот, ну, вот так, поэтому, изменилось ли мое впечатление о Портленде, про Викторию, после того, как я там провела две недели, две недели, может быть, две месяца, мне понравилось там больше через два месяца, чем в тот момент, когда я только приехала, потому что, когда я только приехала, я говорю, мне была истерика и слезы, но сейчас, когда уезжала, я не могу сказать, что мне было грустно, мне было грустно прощаться с подружкой, которая у меня появилась, потому что это очень-очень хороший человечек такой, и очень надеюсь, буду поддерживать общение, но в целом, как бы, кроме того, что буду скучать по подруге, я не могу сказать, что я буду скучать по городу, какое бы он хорошее небо, просто это либо твое, либо это не твое и вот по моим ощущениям, это вот как бы не особо мое и не особо Джоша поэтому собственно такие дела заканчиваю это видео, потому что наговорила огромное количество уже всего и плюс я уже потихоньку подъезжаю по ходу к границе штата нужно смотреть дорогу поэтому всем желаю хорошего дня настроения ребят на связи и до встречи, пока